Друзья, ну а перед тем, как мы начнём новенькую серию тачка в придачку в МТА, давайте подведём итоги с прошлой серии. В общем-то, друзья, всего 412 участников. Так, ну всё, я понял, короче, ребят. Сейчас будет топовая серия, поэтому можете сразу запастись лайками, потому что я сегодня буду по-крупному, значит, играть. Так, ладно, хорошо, значит, Вольво 850 у нас разыгрывалась. Ранстав, всё как обычно, ссылка на пост. Город не важен, среди репостнувших для победы нужно было стоять в группе один победитель. Давайте прямо сейчас узнаем, кто же выиграл Вольвешник. Итак, это Никита Фомичёв, наверное, правильно пояснётся, если что, извини, пожалуйста. Ну что, Никита, поздравляем тебя, давайте ему напишем. Так, написать сообщение, привет, поздравляю, ты выиграл Вольво на SSD Planet. Всё, а мы переходим в МТА. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по МТА. Играем, как всегда, на... Ой, ребят, ну чешатся и болят уже, ну, короче, вы понимаете, CCD Planet, сервер номер 2. И, короче, друзья, сейчас необычный, на самом деле, такой выпуск получится, потому что... Значит, да, тачка в придачку, как вы уже поняли по началу видоса. А, значит, сейчас вкратце расскажу, что вообще это за рубрика, если вдруг кто забыл, или вдруг кто не помнит, или не знает. Короче, я в этом выпуске покупаю любую новую машину, вообще. Это может быть, блядь, Широн, это может быть Копейка, то есть всё, что я захочу. Делаю с ней всё, что захочу, это может быть как в хорошем смысле, и как-то её, короче, привести в порядок. А, то есть Е34 быстрее, чем Вольво, я понял, нормально. Ну вот, я сейчас просто расскажу, почему я еду на Вольво, которая, как раз, я разыграл только что. Вот, и делаю с ней всё, что хочу, либо колхоз, либо стиль, в общем, ну, по-разному. И потом она разыгрывается. Поэтому, друзья, сразу можете участвовать. Сегодня будет, но об этом чуть позже. Соответственно, я буду также покупать новую тачку и делать её. Сейчас я еду на ЭКХ ЛВ. Дело в том, что победитель очень быстро отозвался, написал мне, и, соответственно, сейчас я ему буду вручать приз как раз-таки. Значит, у него ник Крази, или Карзи, что такое, 1337, он должен меня ждать здесь. Так, давайте выключу вот это. Да, вон он стоит, супер, значит, я её прячу. Только единственное, он мне написал сейчас в ВКонтакте, что, типа, у него места нет, он мне то ли Волгу, то ли 99-ю даст, что-то такое. Так, ну что? О, вот, он, выбрать. Так, ну-ка. Ага, всё, добавить позицию, Вольво. Ага, да, 99-ю он мне отдаёт. И всё, ещё раз, ещё раз поздравляю. Ещё раз поздравляю, спасибо, пишет, да, не за что. В общем, друзья, дикий рандом, ну, то есть, вы понимаете, да, то есть, случайным образом можно выиграть. Так, давайте сейчас возьмём, наверное, что-нибудь побыстрее, потому что нам, в принципе, ехать недалеко, но что побыстрее. Поехать, короче, ребят. Спасибо. Да не за что, не за что, он со мной ещё, смотрите. Опа, нифига себе, нифига себе. Чувак тоже ураканчик достал, похожий. Короче, ребят, сегодня реально годный выпуск, потому что таких розыгрышей я давно не делал. Короче, ребят, мы едем в элитный автосалон покупать очень пиздатую тачку, от которой, мне кажется, ну просто, блин. Ну, вот смотрите, ребят, условия, чтобы участвовать в розыгрыше, буквально полминуты. Вам нужно подписаться на мой канал, если ещё не подписаны, поставить лайк к этому видео, вступить в мою группу ВКонтакте, которая есть в описании. Да, новая серия. И сделать репост с этим видосом, который вы сейчас смотрите из моей группы ВКонтакте, себе на страницу. Всё, автоматом потом, да, рандомно точнее, автоматом мы потом выбираем победителей с помощью вот рандстав. Так, у меня сколько денег? Четыре милли... Подождите, надо, чтобы... Ёбаный в рот, я так сейчас такую покупочку просто запланировал, но подождите, стоп, я всё время забываю, где бабки должны быть. А, ну в любом случае у меня с собой мало, блядь. Короче, ребят, сегодня реально прям... Так, надо будет менять бабки, значит, курс валют, что у нас там, да, в принципе, не важно. Так, переводы между счетами. Мне нужно на рублёвый счёт перевести. Давайте, мне нужно двадцатка миллиамов, друзья, сегодня, да. Так, ну что, 17 миллионов, раз, два, три, раз, два, три. Сколько это у нас получается? 261 тысяча, а у меня 500, да? Ну, чё поделать? Таким образом, вот, значит, ага, всё, готово. Теперь, друзья, хе-хе-хе, чё за тачку я сегодня подготовил? Это пиздец, конечно, я решил... Я надеюсь, что в этот раз будет всё-таки больше участников, потому что тачка стоит бешеных денег, плюс ко всему, шансы у всех равны. То есть, да, вы сами в этом убеждались уже несколько раз. Я думаю. И, блин... А, 25 она стоит. Короче, ребят, я решил сегодня подарить кому-то... Что с ним, блядь, такое? Ёбаный в рот. А что вообще по внедорожникам? Короче, Rolls-Royce Race, друзья. 25 лямов, ещё пойду снимать. Блядь. Точнее, не снимать, а менять. Тогда с евро уже сейчас перекину. Ребят, Rolls-Royce Race. Это, пиздец, мне кажется, самая, наверное, понтовая тачка, которая только может быть. Конечно, не самая быстрая, но зато статус сразу можно это. Поэтому, ребят, даже если вы, считаете, только начали играть, у вас есть шанс выиграть, и вы сразу уже на Rolls-Royce, по-моему, пизда-то. Короче. Ну, ладно. Это, я думаю, всё понятно. Надеюсь, всё-таки... Ну, реально, полминуты я бы сам каждый раз уделял вот реально участие. Потому что, ну, блядь, ничего не нужно там. Никакое время тратить. Ничего креативить. Просто бах-бах-бах. И уже участник, как бы. Ну, я так считаю лично. Так, ну что, значит, у нас получается перевод снова. Ой, не перевод, блядь. Блядь. Переводы между счетами. Давайте с евро тогда, да. Ещё мне нужно 7. Давайте 7 с запасом. Раз, два, три. Они же должны быть, по-моему, в банке у меня. Значит, сколько у меня? 28 лямов. Ну да, с запасиком. 3 останется. Давайте покупать. Фух. Надеюсь, сейчас номерок выпадет классный. Потому что всё-таки хотелось бы. Тратить на номер я, честно говоря, друзья, извините, уж не готов. Потому что это ещё там лямов 7, да, нормальный номер. Так, Rolls-Royce Race. Ещё раз. Значит, ещё фишка рубрики «Тачка в придачку» в том, что я рандомно выбираю регион и передаю тем самым привет. Ну, вот так вот. Так, друзья, значит, смотрите. Давайте сделаем необычный цвет. Я хочу сделать реально какой-нибудь эксклюзив. Эксклюзив. Ну, типа... Блядь, хотя мы потом ещё перекрасим. Давайте, допустим, я её купил, знаете, белую с верхом... Ну, банально с чёрным, например. Ну, с серым, во. Вот такой вот. Вот такой вот прям с салона, заказал, нормуль. Так, кому сегодня передать привет? Вообще, хотелось, конечно, взять московский регион, типа... В Москве там это, Rolls-Royce на каждом углу, грубо говоря. Но, с другой стороны, может быть, наоборот, что-нибудь как-нибудь покреативить, не знаю. В Москве я, по-моему, как-то передавал уже привет. Но, в целом, почему бы ещё раз не передать, да? Но, с другой стороны, например, можно какой-нибудь 100 какой-нибудь взять регион, кстати говоря. Не из первых, например. Или 700 какой-нибудь. Слушайте, а давайте московский 777, может, возьмём? Вдруг ещё 777 выпадёт. Давайте реально, ещё раз в Москве передаю привет. По-моему, было, но, во всяком случае, это было давно. Вы не расстраивайтесь, если вы не из Москвы. Я вам, ну, как бы, постоянно разные стараюсь. Давайте сегодня 777, Москва, привет. И, собственно, регион такой понтовый. Может быть, сейчас номерок ещё выпадет пиздатый. Всё, покупаю новая тачка. 25,5 миллионов рублей, ребята. Такого давно реально розыгрыша не было. Так что, после Вольво, мне кажется, заебись. Покупаю. Блядь. Ну, вот почему вот нельзя было на 25 вперёд, как бы? Ну, то есть, совсем чуть-чуть ещё. И было бы 777. Еру, друзья, как всегда, ваши... О, тут чуваки реально... Неужели на розыгрыш? Да-да. Да-да. В этот раз будет жирный розыгрыш. Розыгрыш. Здравия желаю. Привет-привет. Так, ну что, пацаны, смотрите. Давайте рассмотрим её. Можно сейчас я проеду? Так, пацаны. Ну, конечно, номер, типа, я не знаю, ребят. Но вы придумываете очень крутые. Кстати, вон, есть буква R, значит, уже можно какой-нибудь там, типа, ебаный роз... Один, я не знаю. Ну, короче, вы придумываете, я знаю, топовые варианты в комментариях. Блядь, он как трактор звучит, вы понимаете? Чувак слетел с капота. Он что, умер? Подождите, а он не от меня умер? Вроде не от меня. Пацаны. Ну, по-моему, как бы, не знаю. Мне у Рейс, в принципе, вот, если из Ролс-Ройса смотреть, мне нравится либо Фантом, либо у Рейс. Хотя, в одно время я чуть не оказался владельцем ГОСТа. Но ГОСТ, типа, такое, знаете, непонятно. Вроде и не Фантом, вроде и не Рейс. Но, типа, тачка в любом случае понтовая. То есть, ну, я бы, наверное, все Ролс все равно не взял, потому что он, как бы, ну, он едет, конечно, ну, типа, ну, не знаю. Внутри все от BMW. А так, внешний вид, конечно, у Рейс, так, для пацанчика, блядь, у которого бабла немерено, это прям нормально. Рейс это пиздатая тема, купешка очень круто, элегантно выглядит. С другой стороны, кстати, а почему бы не сделать ему какой-нибудь Black Edition его полностью? Мне кажется, будет очень годно. Давайте сначала со внешкой разберем... Чувак, выпал из тачки. Так, значит, у нас ксенон. Да, ксенон в любом случае мы ставим. Так, давайте починим. Ага. Значит, какой? Какой можно ксенон поставить? Ну, я думаю, что самый синий, потому что, в принципе, если вот смотреть на Роллс-Ройс, ну, у них, может быть, не самый синий, такой вот цвет, скорее, на 6К. 6000К. Ну, блядь, или на 7500 будет выглядеть круче. Давайте 7500 поставим. Настройка колес пока рано. Спойлеры, естественно, нет. Особо тут делать нечего, но сам по себе факт, что это Роллс-Ройс, мне кажется, что он в любом, даже розовый, блядь, будет пиздато смотреться. Комплекты... Ооо. Типа 17-й год и 14-й. У нас меняется морда. Смотрите, 14-й год у нас получается вот так. Ну, конечно, у 17-го еще полтораха, ребят. То есть, уже 27, понимаете, да, тачка стоит? Не, морда намного современнее, пизже выглядит, поэтому так. А Ксенон-то у нас остается. Ксенон, да, остается. Все, 7500 я в итоге взял. Комплекты купили. Я, кстати, не знал, что есть в комплекте по рестайлингу. Так, номерная рамка. Служба депортации инопланетян. Мне кажется, очень тематично для Роллс-Ройса. Диски. На самом деле, на Роллс-Ройс не такая проблема, как на какой-нибудь ламбу, мне кажется, поставить катки. Надо что-нибудь прям... Вот, знаете, я хочу, во-первых, черные. И что-нибудь... Вот, кстати, смотрите. Форштайнеры эти прикольно смотрятся. Ну, это типа Воссоны. Ну, бля, может сейчас что-нибудь найдем еще получше. Так, так, так. Хочется прям стиль-стиль сделать. Я, наверное, ее сделаю полностью черной, затонирую. Мне кажется, она будет очень классно смотреться. Сейчас бы Нисмовские катки на Роллс-Ройс ставить, кстати. Ну, штамповки тоже стильно весьма. Зендер. Слушайте, лоу-райдер. Ну, так пизда-то, да. Рой. Нет, ну тут, конечно, есть, которые вообще не идут. Но, в принципе... Вот мне форштайнеры понравились, потому что, во-первых, я их ставил. Не знаю вообще, ставил ли когда-нибудь, куда-нибудь. Просто файвзигины ставят на Роллс-Ройс. Это тоже зашкварчик. Так что лучше форштайнеры какие-нибудь. Хаммон, ну такое, блядь. Ворки. Вот АДВшки какие-нибудь сейчас померяем еще. Воссоны. Ну, блядь, я что-то не хочу. Слушайте, наверное, больше всего мне понравилось... Ну, вот эти АДВ, кстати, круто будут смотреться, черные. Угу. Ну-ка, ну-ка еще раз форштайнеры посмотрим. Какие мне понравились? Вот эти вот. Либо вот эти форштайнеры. Красный колпачок с черным будут сочетаться круто. Либо АДВшки. Слушайте, давайте форштайнеры поставим вот эти за 470... А, пиздец, у нас тачка просто по 30 лямов сейчас выйдет. Не, номер, ребята, уж извините. Я, конечно, не против был бы все-таки 3 семерочки поставить, но... Это будет уже очень вообще дорого. Так, добавить корзину. Значит, настройка колес теперь у нас идет. Можно даже немножко развала сделать. Вылет. Сейчас, давайте сначала сделаем радиус у нас, в принципе... Ну, не хочется делать прям супер большие, хотя вот такие еще можно, кстати. Толщина так. Вылет. Ну, на сколько тут получается? Вылет вот так. Добавим толщины. Значит, они вообще узенькие, да? Давайте вот так, наверное. Бля, она слишком торчит. Вот. Ну, как-то, блядь, фендеров-то никаких нету, поэтому надо, чтобы грамотно все смотрелось. Так. Сзади вылет. Толщину сделаем тоже хорошую. Ну, в принципе, можно чуть-чуть еще либо толще, либо... Не, давайте лучше вылетом. Вот так. Радиус. Ну, да. Я думаю, что нормально. Слушайте, лук уже хороший. Так. Наверное, я все-таки реализую, пацаны, эту тему с... Полностью, значит, это самое. Так. Номерная рамка. Все. У нас получается купить. Два ляма. Просто. Улетают. На комплект рестайлинга, да? На катки. Ну, короче, по-моему, выглядит... О, фига себе тут... Фига X5, пацаны! Почему я еще такой не сделал? Ебать! Пацаны, привет всем. Привет всем. Пиздец! Я что-то немножко... Смотрите, давайте посмотрим на этот X5. Почему я до такого еще не додумался? Не, ну, конечно, колесики узенькие. И поэтому просто по всем про... Ребят, что насчет Бигфута вообще в виде X5 в последнем кузове? Ну, уже в предпоследнем. X5-M еще вдобавок. Жесть. Смотрите, что у нас тут происходит. Так, пацаны, надо срочно вообще как бы настройку кого-нибудь махнуть сюда. Так, можно проехать. И, наверное... У чувака даже, понимаете, на пятерке... Или что, это семерка? Пятерка, семерка, короче. Номера три семерки, как бы, да? А у меня на Rolls-Royce только регион три семерки. Так, давайте доедем до настройки. И после этого на покрасочную. Ну-ка, что у нас по скорости, кстати, в стоке? Ой, блядь, ну она такая едет, конечно. Прям... 253. Что-то такое. Блядь, звук, конечно, как у трактора. Я не знаю, почему так сделано. Но 2 литра, кстати, между прочим, остается. Можно я врублю круиз? Хотя это сейчас, вроде, этот баг тоже пофиксили относительно. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Сейчас на круизе уже не докатишься. Надеюсь, сейчас как-то не доеду, блядь. Давай-давай-давай. Главное, чтобы был бенц нормальный. Так. Окей. 85-й. На полную. Так, пацаны. Сейчас закинем сюда настройки. Я думаю, просто... Хотя, с другой стороны, может быть, а там 4-й. Потому что, если, ну, кто вдруг не знает... Race это заднеприводная тачка. И, на самом деле, как бы на ней весело ездить. Особенно, если это какая-нибудь, там, скользкая погода. То есть, ее будет носить. Поэтому, может быть, у меня, как бы, два варианта всегда, знаете, беспроигрышных. Это либо... Я не знаю, как я выжил сейчас, пацаны. Я не знаю, как я сейчас выжил. Но мы только что проверили, как бы, рейс на прочность, понимаете, да? Бля, охуенная оптика у него, на самом деле. Нет, вид имеет. Так, значит, давайте засунем сюда, наверное, все-таки... Вот от М4. Она сейчас будет и ехать, и ее будет сносить. Мне вот нравится. Либо, если у меня, видите, если у меня тачка, чтобы просто ебать... То есть, во-во-во, видите, ее сносит. Ебать она поехала! Не, ну, понятно, что максималка, как бы, не... Хотя 350, так-то норм. Я считаю, лично. Пацаны, смотрите, ее и... Ну-ка, ну-ка. Блин, она и в таком, смотрите, прикольно смотрится. И даже с такими белыми катками. Но я думаю, что мы сделаем черный лук. Просто сейчас, просто полный. Полностью все черное. Поэтому давайте доедем до покраски. Слушайте, валит нормально. И управляется нормально. И вид имеет. Так что, прям вообще топчик, я считаю. И сносит ее. То есть, знаете, не скучно. Не ощущение какое-то, блядь, приклеенной к трассе тачки, которая на полном приводе. Вот она, пожалуйста. Если надо, ее снесет. Поэтому можно и, так скажем, эмоции ловить еще от езды. Блин, ребят, ну я сегодня прям это... Прям после Вольво, я думаю, вы не ожидали, да, такого? Прям хорошо сегодня ее. Так, ну что? Давайте сейчас перекрасим все-таки. И после этого прокатимся. Ну да, видите, ее сносит. Особенно с азотом. Мне нравится очень настройка, на самом деле. Так, все. Заезжаем. Ну что, пацаны? Значит, все-таки я понимаю, что тут фишка в... То, что она может быть двухцветной. И как бы, ну, следующий владелец может без проблем это организовать. Но я вот хочу прям ее... Ооо, слушайте, сейчас будет хорошо. Так, давайте, да, сейчас основной, да, черный я покупаю. Черный, черный, черный. Купить. Дополнительный. Слушайте, ну серый тоже прикольный. Ну будет как-то выделяться, наверное. Ну-ка, давайте, подождите. Тонировку я хочу прям почти в говно или... Ну не, давайте не в говно, просто такое ощущение, что она... Хотя, блядь, в говно круто смотрится, честно говоря. Блядь. Или... Почти в говно. Вот так хотя бы чуть-чуть просвет, чтобы был. Ой, блядь. Так. Ну-ка. Бля, охуенно, кстати. Даже катки такого цвета смотрятся. Не, наверное, все-таки черный, она будет пиздаче смотреться. Так, покупаю тонер. Цвет дисков. Блядь, у него кантовочка, серьезно? Сука! Ну, не сказать, что это, конечно, плохо, но просто вот в этом случае было бы, согласитесь, круче, если бы полка тоже была черной. Хотя... Ребят, напишите в комментариях, как вам. Слушайте, ну с серым, если оставить, конечно, будет своя изюминка. Ну-ка, если черная. Ну да. Так она теряется. Вот, слушайте, давайте я вот так сделаю, а? Как-то, как-то все-таки надо пользоваться этой фишкой Rolls-Royce, то, что двуцветный кузов. Поэтому, по-моему, по-моему, пацаны, я, конечно, не подстрекатель, но это очень стильно. Ну, конечно, немножко диски... Ну, с другой стороны, не знаю, ребят, напишите, по-моему, очень даже неплохо. Очень даже неплохо и, как бы, по-моему, заебись. Бля, номер, конечно, вот нужен сюда номер, какой-нибудь сюда нужен номер. Ладно, я оставлю все-таки, ребят, темно-серый второй цвет. С вашего позволения. Ну, просто так это уже... Ну, как бы, я хочу все-таки, чтобы тачка в придачу, как-то она выглядела, знаете, ну... Ну, типа, немножко необычно, а так черная, ну, типа, я думаю, что такие есть на сервере тачки. Вот теперь! Ну-ка, давайте наслаждаться. Так, я все же купил, правильно? Да. Пацаны, давайте теперь насладимся. Вообще, чувак, дверь разбил на Rolls-Royce. Это дорогое удовольствие дверь-то разбить. Так, ну-ка. Ребят, как она едет еще? Бля, ну, на... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Нормально ее сносит так-то. Не, ну, дрифтить прям, конечно, не получится на этой настройке, но она именно вот для эффективного передвижения, мне кажется, как тачка на целый день. На каждый день это более чем круто, то есть на ней можно комфортно передвигаться, она, в принципе, рулится. Конечно, корова такая. Ну, прям мне нравится настройка, то есть она передает, мне кажется, всю суть Rolls-Royce, как бы. Не, она все-таки неуклюжая, конечно, видите, остроты управления не хватает. Но в то же время ее сносит и, как бы, выглядит, конечно, тачком... Ой, что-то я когда-то заехал. Ну, Авентадор просто такой, смотрите, затонированный, оранжевый, тоже прикольно смотрится. Так что и по максималке все здесь хорошо, и, как бы, мне кажется, тачка очень четкая, поэтому, ребят, собственно, она прямо сейчас в розыгрыше, примерно две недели продлится у нас розыгрыш, как обычно. Не, ну, Авентадор меня догонит, я думаю, легко. Не, ну, так с кайфом, мне кажется, ребят. Ну-ка, еще раз, давайте скорость откроем, сейчас ЕКХ проеду, чтобы не крашнуло. Ну-ка, смотрите, 300. Рейли Фуксинон, ну да. Я решил немножко заколхозить, а что? Хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну, типа, блин. У них, не, ну, кстати, на самом деле у Rolls-Royce у них не синие фары. Вот у Porsche и у последних прям синючие, я не знаю, там, блядь, у многих. Но у Rolls-Royce как раз-таки они как, ну, ну, тут просто, мне кажется, так лучше выглядит, чем просто, блядь. У меня X5M, который для бездорожья сделан, просто обгоняет, по-моему. Я не знаю, что из них быстрее, правда, будет. Слушайте, ну, мне нравится, короче. По-моему, получилось очень круто. И, блин, с ней фоточки, если какие-нибудь, знаете, там, с камхаком поделать, ночью, мне кажется, очень огненные получатся. И все-таки, мне кажется, с серой, темно-серой крышей очень даже пиздато выглядит. Не знаю, ребят, напишите опять же в комментариях. В общем, тачка разыгрывается. Напомню условия, ребят. Поставить лайк под этот видос. Быть подписанным на мой канал, быть подписанным на мою группу ВКонтакте, которая есть в описании. И сделать репост с этим видосом из моей группы ВК к себе на страницу по репостам. Соответственно, будем выбирать победителя рандомно. То есть, у всех шансы равны. Поэтому, вот. Друзья, участвуйте, выигрывайте. Всем желаю удачи. Тачка, мне кажется, огонь. Потому что не часто я буду, естественно, такие дорогие розыгрыши устраивать. И вот один из них прямо сейчас, так сказать, проходит. Все, ребят, до новых встреч. Всем удачи. Участвуйте, выигрывайте. Всем реально желаю удачи. Всем пока-пока, ребят.